Волю и судеб Людмила Данилова стала свидетелем пожара. В полночь женщина услышала гул машин и крики соседей. За окном полыхал восьмиквартирный барак. Жительница частного сектора до сих пор в шоке от беспечности постояльцев окрестного дома. Окно у меня приоткрыто, как я, и дым повалил. Мне же страшно. Это хорошо, что не было ветра. Это уже не первый поджог. Раз мы с соседкой напротив, сами тушили. ЧП произошло по улице Сака. В момент возгорания рядом оказались сотрудники милиции, которые вызвали МЧС и, проявив отвагу, спасли двух мужчин. Огнеборцы потушили пламя в считанные минуты. При этом последствия огненной стихии необратимы. На следующие сутки после пожара на этот дом без слез не глянешь. Картина перед глазами ужасающая. Обломки шифера, остатки одежды, обугленные матрасы и мебель. Все теперь пойдет в утиль. 3 сентября стало роковым для жителей барака по Советской. Загорелась комната в одной из квартир. К счастью, 57-летняя хозяйка успела выбраться оттуда живой. Закоптили стены и потолок. Сгорело некоторое имущество. Работник МЧС напоминает, что неосторожное обращение с огнем, в частности при курении, до сих пор является самой распространенной причиной пожара и гибели человека. Не допускайте такой неосторожности и в случае пожара обязательно набирайте спасателям по телефону 101 или 112. За последнюю неделю в Бобруйске произошло пять пожаров. Один человек погиб. Драгедия произошла по первому дальнему переулку. Из-за вспышки бензина пострадала 58-летняя местная жительница. С частного подворья пенсионерку доставили в больницу. Но ожоги 80% тела оказались несовместимы с жизнью. Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.